Петя, у нас такой-то, у нас такой-то, все, про она такая, не задумываясь, вот оно, знаете, как вращение, начать, вот положите, и начинаете вращать, ну, есть у меня что-то, очень неотнозначная дама, остальное у меня, кажется, не очень с ней вирус, а вот это мне вращается. Так вот, ты одного человека вспоминаешь, и уже напоминаешь, или когда в церкви ставят бумажные на здравие, например, то же самое, а вот пишешь, дальше у тебя они идут, и они даже не повторяются. Вот из этих соображений вперед и список, не нужны пока телефоны, не нужны адреса, нужно только вспомнить человека и записать, вы его потом вспомните. Так, 3-4 даю вам на века, ну, давайте 7 минут, сейчас, 6 минут, 7-го, 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 7-го. Так, 3-го, 7-го, 7-го, 8-го, 7-го, 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 8-го. Работаешь себе либо тут, либо тут. Еще покой. Ты начинаешь. Можно открывать? Да, конечно, конечно. Но вы знаете, вы сейчас пишите из головы. Потом будете рыться. Вот начни из головы, поверь. Можно я спрошу? Конечно. Дело в том, что, Васильевна, у меня нет. Я за полтора последних планов два. Я очень... А я не сейчас пухаю? Нет. Нет, тогда да, можно говорить. Я отключилась. Неважно. В каких муж, в школе училась, в институте и так далее. Сейчас ни о чем не думать могу. Кроме того, что он просто... Я этих людей знаю. Я их помню. Я их знаю. А социальные десетки можно использовать? Можно. Пишем списки. Пишем списки. Даже если они у вас были. Особенно, если они у вас были. Я стараюсь не помнить. Это в той зоне. Садимся и пишем в отдельную тетрадочку. Отдельный список. Все, кто вы вспомнили. Третья. Третья. Садимся. Ольга Васильевна, а подскажите, что вы там пишете, а то что-то мы прослушали. Список 100. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. Дима, Олеся, Маташа, 47, 44, 35, 35, 7, 7, 65, все, да? Да? Да. Так, что там разбирается? Листа. 100. Ангелина? Листа. 70. Кто? 75. Олеся. И 65? Листа. 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 Так, Даша выйдет в третье место. Кто у нас? 65. Можно списаться. 70. И 100. И 100. Я думаю, что это не те, которые... Не-не-не, уже не знаю. У нас вообще надо было такое. То есть, смотрите. Сейчас просто двуны с головы. Есть определенная система. Мы ее наверняка знаете и видели, что это когда я и поехали от меня уже стрелочки. Дети. Ну или просто семья, например. Да? Семья. Семья. Дети. Родители. Муж. Одних у родителей, да? Их друзья. И дети их друзей. Дети этих друзей. Дети. Одноклассники. Их родители. Друзья. Их родители. Их дети. И так далее. Пошли в школу. Одноклассники. Учителя. И таким вот образом у нас вот это вот классно заполняется. И тогда мы начинаем вспоминать. Еще один способ. Это, ну, телефон, понятно, самый простой. Но еще наверняка у вас еще какие-то альбомчики. Те, которые чуть постарше, чем Ангелина. Да? Какие-то альбомы еще сохранились. У нас, на всяком случае, они сохранились. И ты начинаешь листать. Или фалка где-то в цифровом виде. Вы начинаете просто пролистывать. И вспоминаете еще хуже народа. Еще раз повторяю. Вы сейчас не думайте. Когда вы пишете, вы должны написать в списке 200 и более. Чем больше, тем лучше. Да? Просто написать всех подряд. Не размышляйте. Пойду не пойду. Пупит не пупит. Этот богатый. Этот бедный, этот придурочный. Этот вообще умный. Просто пишем тупо. Написали. Это внутреннее состояние, что у меня есть к кому обратиться вообще. У меня есть кем поговорить. Там даже не буду дальше рассказывать, что там, чего, куда и как. Но цифра 100. Мы с вами ее уговаривали. Больше не буду повторять. Вот. И мы должны это написать. Теперь, задача всех, кого мы написали второй шаг, который нам нужен сейчас. Разделите листочек на три колонки. Раз, два, три. Здесь, по моему мнению, пупит 50 на 50 и точно не пупит. И вот эти списки даже, которые вы написали, раскидайте их по этим колонкам. Давайте мы хотя бы начнем. Начнем хотя бы, да? Ну, цифры только мне писать. Первый, пятый, десятый, двадцатый, тридцатый. Чтобы не имена, а просто цифры. Сейчас по ощущениям. Даже не на файту, не объясняйте. Вот внутренние ощущения. Пупит, не знаю. Нет. 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 Продолжение следует... 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 на расслабоне, да, я на тебя потренируюсь, да, и в расслабленном состоянии, спокойно показывать все, что умею, все, что узнаю, а да, как Бог, да, за счет. И чаще всего хоть что-нибудь, но они покупают. Кто уже работает более-менее давно, все скажут, что это так, правильно? Вот, поэтому вот начинаем вот с этой колонки, начинаем с этой колонки. Теперь, внимание, что предлагаем? Звоним или разговариваем, там, или встречаемся где-то, что мы предлагаем? Ну, если хорошо помните, да, если, начинайте с этой колонки, если я тебе приглашу себя на измерение, вот я тут старую, это вот такая штука, тебе это будет интересно? Ой, не-не-не, не надо, ничего нет, ничего нет, ничего нет. Дальше мы говорим, слушай, а какая красивая задача? А очки, а публицы какие? Подожди, а я еще хотела сказать, да, ну, мы знаем дальше что. То есть, если только агрессия принеслась вот на вас, или абсолютная нет, замолкайте, переходите на другую тему, я вообще, у меня терпения не хватает, я вам хожу к вам, я с вами собираюсь, и ухожу. Но вы рассказываете о том, что на вас произвело впечатление, и спрашиваете, и задаете вопросы. Пожди по обороту. Вот сейчас у тебя все понятно, что здорово, здорово, сейчас этот вопрос, который я нахожусь за, здорово. Но боишься? Боюсь. Навида, боюсь. А как ты с этим вообще, что ты делаешь с этим? Ну, что надо, скажи, чем делать с этим? Ну, как ты проверяешь? Я сходила как-то полгода назад, у меня проверено было, как дать, на что-то там, в ком-какие-то там, параметры. Я пошла, 12,700. Да. Думаю, как-то это здорово немного, 12,700. Потом еще куда-то там сходила, еще там 7 тысяч, это по каналу. Ты думаешь, я сейчас приняла? Ну, приблизительно приняла, где-то чего-то там, не так у меня, да? Ну, и забила на это. Надо было идти, это поликлиника, это лишняя опасность, лишние риски, это деньги, это время, это нервы, силы и прочее. Чего бы мне не сделать измигрение на первых лицах и уже понимать, куда сдавать и на какой марке сдавать кровь или какой-то анализ и что-то еще. Вот эти пункты, которые у вас есть, сначала мы спрашиваем, как ты с этим справляешься, как ты определяешь, что с тобой, да, вот как-то, да? И только после этого, а я, а у меня есть вариант, который, я тоже там же, как и ты, но у меня есть вариант, который совершенно случайно, я попала, услышала, увидела. Вот, если тебе это интересно, если я тебе предложу куда-то сходить, ты пойдешь, очень хорошая фраза, если я тебе дам эту книжку, ты будешь ее читать, если я приглашу тебя, ты придешь, если я, ну, эти, это уже обязательство для человека. Ну, просто на три сторона, прочитай, можешь вообще не приглашать, потому что я только книг раздала, а они ничего не говорят. Вот эти фразы. Теперь, кто будет помогать? Может, имеется способ, и пока, ну, тот, кто умеет сейчас это делать. А значит, нужно сначала спросить у Яровой, или к кому вы будете ходить, у него в Миничной, он очень, у Шуниной, да, Макс? То есть, вы сначала быстро задаете ей вопрос, когда это возможно. Берете ее время, потому что команду, по-разному, все-таки человек, который умеет на этом попасть и работать, и с этим временем предлагаете человеку, ты хочешь пойти, ты пойдешь, да, пойду. Да, и ты говоришь, хорошо, давай вот такое-то время, какой-то день, такое время выбирай. Пока у меня есть вот три вот таких времени, они реально у вас есть, потому что, когда мы раньше говорили, мы придумывали вот это время, как бы, да, придумывая, целую неделю свободно, когда кто-то находит, но надо придумывать какой-то там время. А здесь не будет придумывая время, вам кто-то скажет, что я могу вот тогда, или в какой-то день, в какой-то день, и вы выбираете время. Тут же отзваниваетесь, мы их выбираем. Дальше. Когда уже договорились с ней лично, а не хочешь ли ты это бесплатно провести? Вот для тебя это будет бесплатно, если ты пригласишь хотя бы одну там, вот, одну же сайт. Тебе будет бесплатно, а им тоже будет интересно, сделай долго и все. Смотрите, основная задача, вот из этого списка, из того, что вы написали список, из каждого человека, вытащить его контакты. Вот это основная задача. Потому что, что бывает часто, позвонила, она пришла, ушла, и на сигарету. А у нее еще контакты больше, чем у вас в этом списке. Можно еще с ней разговаривать, а нам ей что дать. То есть она может получить бесплатное измерение, да? И она, если люди что-то купят, просто купят, не подпишутся, вот эту разницу вы получите. Потому что спонсор не будет брать эту разницу у вас. Понимаете, о чем это? Просто купят. Продажа. Попросите. А если он зарегистрируется, мотивация ваша, то есть вот этот тоже подарок вы забираете на свой вкус. И еще можно получить подарок от хозяйки презентации. То есть Людмила Яковлевна работает, да? Людмила Яковлевна работает. Вы пригласили Марусь, да? А она приняла с собой подручную. То есть организатор презентации, который ведет сейчас, это Людмила Яковлевна. А хозяйка презентации, хозяйка демократии, это Мария. Поэтому, раз Мария привела человека на измерение, вот это будет платить 600 рублей. Мария бесплатное измерение. И если подружка подписалась, значит, мотивацию выбираем. Если она купила что-то, разницу Мария забирает, да? Вот и все. Зачем это спонсору? Ему заплатили за измерение. Один человек заплатил за измерение. И расширение. Понимаете? И опыт, который приобретает его билет. То есть, главная задача из этого, из каждого имени, вытащить его, он так вот, чтобы он не застыл. Вот кончился список, и все. Нет. Вот нам задача нужна. Как выйти от друзей, Наташина, или Анна, или мне? Никак. Я просто говорю, Анна, приглашайте своих подруг. Вам будет, да, я проведу ревопартию, вам это будет бесплатное измерение. Если они могут, вы получите разницу. Если они подпишутся, вы получите мало того, что вы мотивацию, еще и подарок на проведенную ревопартию. И да, они думают, оно ей надо или нет. Если ей совсем не надо, я заплачу и вообще не морочу меня в голову. Ну, тут я могу поддавить, я миссию, вручу, вручу, вручу. Вот это самое сложное и самое сложное, и самое сложное. Как реагировать, это долгая история, как реагировать на место, да? Это все, это все время, это все тема не сегодняшнего. Но тем не менее, что это не показать надо. Значит, в облике, из 100 человек, если вы прислонитесь, больше всем раздавнитесь, возможно, ну, 50-ка точно скажут. Потянут, понимают. Ну, вот как бы по статистике, может и больше. Это не значит, что навсегда. Тут можно задать вопрос. Ты совсем никогда-ногда ничего не хочешь? Мы можем просто встретиться, да? Или тебе перезвонить, или мне вычислить. Ну, это, это, грубо говоря, фраза, но у меня она работает. Мне вычислить тебя из списка. Как вы говорите, грубо говоря, нет, это же не надо. Не вычислили меня. То есть перезвонить, когда? Ты пошел вот тот самый конкретный, конкретный дату стримчика, например. Вы должны понимать, мы должны понимать, что естественно для человека сказать «нет, не пойду», «нет, не хочу». И что его должно сдвинуть с места, тем более сейчас. Это прямо вот, ну, не знаю, какой-то очень большой естественность. Вот этот интерес нам из него надо вытащить. Хорошо. Теперь. Прямо стирается. Ну, очень хорошо. Ну, стирается. Вот эту линейку мы с вами помним, да? Я все-таки ее еще раз нарисую. Итак, мы встречаемся с человеком. Смотрите, нет га-пульсара, не хочет идти никуда. Ты меня так расскажи. Ну, дома вот, рядышком. Ты меня так расскажи, да и хватит. Ну, не хочет идти. Хорошо? И вот вы один на один. У вас должна быть очень четкая, конкретная схема. Что вы будете говорить? Про чего и сколько? И эта схема, она работает. Конечно же, мы задаем вопрос, если мы не знаем. Но вот у нас должна быть эта схемка, вот это, вот это час, например. Вот такой работа. Да? Вот он готов вас выслушать. Хорошо. Вот это час. Делим этот час на шесть отрезков. Ничего не пишите, просто смотрите, чтобы у вас это вот было, это понимание. Десятиминутные отрезки. Какие вопросы у человека, который ничего не знает? Почему ваша именно? Всего навалом. А что так дорого? А точно это и Швейцарии? Ну, какие-то одинаковые вопросы. И вот мы за десять минут должны на эти вопросы ответить. Мы даже не задавая понимаем, что это такое, да? Сколько лет компании, какие зароды есть, что предлагается. И дальше, когда убедили, вроде бы, так, а, ну ладно, гарантии есть, цифика-то есть, это есть. Можно в Швейцарии звонить. Ну да, понимаю. 25 лет, ну это уже да, людям нравится, все хорошо, все согласно. Что там для меня-то можно подобрать? И мы серии перечисляли. Для волос, для лица, лечебный крем, эфирное масло. Просто вот тупенько, тупенько. Я цепляюсь за один крем, крем-цемьян, и говорю, вы знаете, когда спрашивают, почему помогает от всего антиболезнь, как такое возможно, да? Ну, во-первых, я всегда говорю, первое, что я говорю, ребят, ни одно лекарство в мире не лечит. Организм лечит сам себя. Он сам себя истегает. И вот только нужно освободить от лишних, ненужных вещей, слакитоксины, там всякая дырка. И даже освободив от этих вещей, усиливается кровообращение, значит, может насыщаться кислородом, обменные процессы, ну, и организм витаминчиков добавит, и организм начинает самоработать. Почему один крем-цемьян, вот смотрите, беру крем-цемьян, и начиная вот прям сверху и донюшу. Фронтиты, гаймориты, танзелиты, горло, нос, уши, бронхиты, живот болит, желудочно-кишечный трактор, женские проблемы, стена заболела, суставы и так далее. Почему? Что делает темьян? Темьян усиливает кровообращение и убивает глининг, водные бактерии. И за счет этого здесь начинается что-то в организме появляться, и за счет этого начинают сдвигаться все эти процессы. Можете говорить это, можете не. 10 минут – это презентация. Я ее рисую вот такой вот чашечкой. Вы знаете, как я тут пишу, и у меня вот такая вот крючка. Ну, типа чиху дали. Если чиху дадите с лимоном и апельсиной, это вообще замечательно. А дальше, это мы про кого рассказываем? Про компанию. Вообще про кого-то. То есть этот человек еще никак не касался. Это как по телевизору. И сказали, что вот оно такое здесь. Он говорит, ну, хорошо. А что интересное самое для человека? Он сам, естественно, его близкий. Он сам. И дальше поехали. Три части про него. Да, и вот этот коммерческий разговор я вам сейчас покажу. Ну, я его так называю, коммерческий разговор. На самом деле тут много всяких пластов, да, что чего и факт. После того, как он выбрал или не выбрал, или пришел к какому-то решению, значит, нужно что дальше? Какой блок? Завершение сделки. Вот эти вот точечные такие моменты. Сколько пузыречков, где расписался, что нужно сделать в следующий раз, когда ты придешь, что нужно выбрать. Посмотри, пусть он сам пересчитает, это лимон, это аппетит, ну, чтобы не было потом из маршрутки или из машины вам звонили и говорили, а ты мне говорила это, а была вот это, ну, и так далее. Деньги потеряются, то есть вот это должно быть чётко. После того, как все вот это сделали, мы обязательно говорим о возможностях сотрудничества или о выгодах дополнительных. Причем, посмотрите, откуда я пишу. Я пишу не вот отсюда, а вот из середины. Когда мы заканчиваем разговор, когда человек уже купил или зарегистрировался, у меня три пакета. Я говорю, вот смотри, вот этот пакет, то, за что вы заплатили. Вот этот пакет, ну, пусть будет вот этот, крем, если у него 110, 90, то 75, 90, 110, да, но какая-то сумма. Знаете, да, как зарегистрироваться? Не знаете? Ладно, сейчас скажу. То еще полагаются подарочные крема маленькие. На сумму, если 75 раз, человек купил два крема, на сумму 94 маленьких, они не продаются. У нас это просто так нельзя не купить. У меня был семинар, и я хотела на семинаре раздать всем, ну, такой молодежный семинар. На основном пункте встал, мне нужны маленькие кремы. Сколько? Ну, 400 штук, ну, 2 или 3 франка, по-моему, стоят. Этот крем я просто купила. Потому что мне надо было и франка. По-другому, как. Но это мне, как бы, поскольку это семинар, поскольку это большая структура, просто так никто не может позвонить и сказать, я хочу купить. Потому что он знает, что если я беру, то продавать век точно не будет. Так вот, эти кремы, я говорю, вот это за то, что вы суммите. Вот это вам подарок от компании за нашу сумму на сумму 75 раз. А вот это мой подарок. Я выбрала себе чернику или там еще что-то такое. За то, что компания мне дарит, по моему выбору. То есть она не дарит, что попало. Я сама выбираю. За то, что вы зарегистрировали. Это все в программе за нашу сумму. Поэтому, когда в следующий раз вы пригласите свою подростку, и она подпишется, она получит точно так же то, что вы платила, возможные подарки, а вы получите бесплатно то, что вы выберете. Это называется словом мотивация. Понятно? Понятно. Вот здесь уже, можно просто сказать, но если ты покажешь эти три кулька, когда завершаешь сделку, это уже будет понятно. Можно просто сказать. А если она скажет Маше, ой, а что же я вот сейчас-то кульок купила, а почему мне сразу еще два кулька не дарите сейчас? А как два? Ну вот, она сказала, я хочу купить. Я ей сказала, Маша, у тебя проблемы с сельными, там, со стимой, вот вам Машу, пьем тимьяно, там, и все. Если она просто купила, не вопрос. Все, никаких кульков. Ну, потом же я начну разговаривать, что если ты купишь дальше, да? Нет. А нет? Нет. Смотрите, это мы сейчас говорим о человеке, который согласен зарегистрироваться, и он уже зарегистрировал. Вот он уже взял пять наименований. Сейчас мы это вот разберем, эту почву сейчас, может быть, раньше сказала. Да, и потом договоренность о встрече. Ну, и теперь, что такое коммерческий, так называемый, разговор? Будь то с биопульсаром, будь то без биопульсара. Я не буду ее вот так вот наделивать. Мы берем, берите А4, есть бумаги. Сейчас пока вы ничего не будете писать, пока вы посмотрите, он писать вам придется. Итак, и у Игоря Марьяновна. Игорь, у вас? Да. Ангелин, по пять штук раздай всем. Да, можно, раздай. Вот теперь сейчас ничего не пишите, просто расслабьтесь и сидите и попытайтесь осторожно смотреть, что вы чувствуете при этом, ладно? Взять, лист бумаги А4, вот такой, чистенький, порядненький. А как у меня, держите? Не вырванный из тетрадки, не в клетку, не в левечку. Чистый лист бумаги, хороший, для клиента мне не жалко. И вот эта вот прям белоснежность, вот эта чистота, на которой я начинаю дополнять то, что можно не мог, работает еще после. А дальше все-все-все будет ваше. Сейчас ничего не пишем, просто сидим, молча. Итак, я обращаюсь тут как будто бы к каждому из вас. Что на вас произвело, что больше всего понравилось, что на ваш взгляд вам сейчас больше всего нужно? Ну, судя по измерениям, вам нужно начинать с артишока, к нему бы еще масло лимона, вот тут вот рекомендации были, да? Ну, да, да, я согласен. Я говорю, давайте так, и я начинаю писать, артишок, пишу как попало, даже вот так вот, масло лимона. Ну, дальше могу, дальше перечитать, может сам сказать, потому что у меня была такая ситуация в Орле, жуткие проблемы с гинекологией, женщины там лет 37 лет. И очень серьезно, мы все это вот рассчитали, расписали, она взяла эту программу, в каком-то в Орле, по-моему, она все это взяла и ушла. Утро звонит, можно ли, поменяем, на серию для лица, на срыволазбович. Я говорю, так, ох, плюс к этому понимаю, а что поменяют? Ну, мне так надо. Я говорю, то есть, вам не надо влечиться сейчас, чтобы стараться. Мне так, но вижу, что все. Я говорю, ну, приходите. на приходу. И что делать-то? У меня молодой любовник. Я не слышу. Я не слышу. У меня молодой любовник. Мне лицо нужно говорить. То есть, лицо самое важное в этой компании. И хоть ты что. и ничего тут не сделаешь. Это к тому, чтобы написана будет программа такая, она, я даже не стала спорить. Я говорю, давайте так, не надо переубеждать, не надо переубеждать, потому что это бесполезно. Вот абсолютно бесполезно. Или человеку нужно чайное дерево. У меня есть одна подруга, которая говорит, ну, ты можешь понять, я его туда намазать. Ну, не могу, я его не перемашу. А что такое? И в калиптом могу залиться. И он ей поможет. Больше поможет, чем чайное. Потому что вот это вот, оно у каждого человека все равно перекупует. Масло лимона. Предположим, масло чайного дерева. Ну, например, флоромат. Значит, смотрите, ребят, чтобы время не терять, я буду писать, какую попала цифру. Вообще считать не буду. Ладно? Хорошо? Да, хорошо. Ну, сколько это будет стоить? Сколько у меня там денег? Сколько? Ну, предположим, это будет стоить, и я пишу внизу 6500. Ну, например. Например, 6500. Нормально? Согласны? Ну, в принципе, могу что-нибудь побольше взять. Ну, мы дальше задаваем. Или нет, многовато, давайте что-нибудь берем, потом 23. Ну, то есть, мы просто отдаваем. Хорошо, это продажа. Я работаю по прайс-висту. Я говорю, все, согласны? Да. И вообще, вам все понравилось? Вам понравилось? И у меня есть для вас предложение. Если, конечно, действительно, вы хотите этим ходить. Рассказывать предложение? Ну, расскажите. Да, уже сказала, что же. Расскажи. Я говорю, смотрите, делаем следующий. Мы покупаем все то же самое. Артишок, лимон, масло чайного дерева, флорамакс. И добавляем сюда, я бы сюда добавила еще вот с вашими проблемами, метеорен. 5 номинований. Это будет стоить вам, предположим, ну, это умножко, чем другое, Мне надо 110. 8, где-то 10, пусть будет 10 тысяч. 110 франков, короче говоря. 110 франков. Где-то, ну, около 10, там, тысяч рублей. Примерно. 9. 9500, да? Ну, пусть будет 10. При этом, если вы покупаете вот это все, да, это больше. Я люблю, когда больше. Бывает, бывает вообще, человек выбирает на 10 тысяч, человек бы чего-нибудь показывал, получается даже муч. за эту сумму, за сумму, вы получите крем VivoActive, крем чайное дерево, крем тимьян, крем для ног. Ну, кстати, это важно, потому что, сейчас поймете, почему именно в этом порядке, можжевеловый крем, крем календолы. Маленькие кремы по 10 миллиграмм, но вам хватит, и вы сможете попробовать, потому что каждый крем, чтобы купить, он стоит более тысячи, вторые тысячи и так далее. А вы сейчас попробуете, что вам подойдет из этих крем, они идут бесплатно. И это вам будет стоить 10 тысяч фрам, а вот 10 тысяч рублей. Если вас устраивает, ой, нет, вы знаете, это для меня траковат. Но даже если, смотрите, сейчас внимательно, если даже он скажет, о, хорошую, да, мне нравится, беру, давайте, подходящую, даже если он согласен, я ему буду показывать все варианты дешевле. Понимаете? Я никогда его не выпущу. Итак, он говорит, нет, дороговато. Давайте поменьше. Давайте. 90 это будет 9,8, 9,9, ну, будет 7,5. Я ничего здесь не говорю, мы кое-что изменим. Мы, например, что-то вот здесь поменяем. Например, метеорин вы купите потом по уже скидочной цене, а здесь мы поставим основной причины. 5 наименования. Должно быть, сумма будет меньше. Сумма будет, предположим, 7,590 франков. У вас не будет вот этих двух кремов. Но эти останутся. И поверьте, что они стоят того, чтобы ради них вообще разговаривать. Ну, хорошо, да, это лучше. Но я вам еще два варианта покажу. Есть еще вариант, который, ну, нажать не умеем. Допустим, где-то на 6 тысяч, вот как мы с вами и говорили, 75 франков. У вас не будет еще вот этих двух. Ну, два останутся. Ну, да, да нет, я уже вроде согласен. Сейчас, секунду, потерпите. Но я вам еще один вариант не показала. Беру прайс листе, говорю, смотрите. Или человек говорит, нет, это все равно дорого. Я говорю, давайте так, смотрите. Прайс листе не на вот эту колонну, а на колонну цену. А там вы будете приятны, проживая. Берите самые низкие цены. Моющие спецы, бальзам альпийских трав, лимон, апельсин, крем для рог, крем для рог, зубная паста, то есть, ну, те, которые, те, которые где-то, если мы еще средства, можно приятным наименование на 3,5 тысячи, по-моему, да, 3,200, где-то вот так. А уже шестое вам будет уже со скидкой. То есть, у вас не будет крема вот этих. Мы выберем с вами немножко другое. Но поверьте, и апельсин, и лимон, и бальзам альпийских трав, и эвкалипт, или лаванда, вам это все пригодится. Все равно будете это покупать. Почему мы не сделаем таки новости? У вас не будет подарок. Но в любом случае у вас будет 23% скидка. Неважно, если вы дали. Вопрос. А есть же такие клиенты, которых невыгодно подписывать, которым просто продавать. Они готовы сами. Вот их подписал, так все вывел, все сделал, а он купил все это, и ушел. А потом может и не прийти никогда, если я ему, конечно, звоню, не надоедать, а говорить. А есть такие клиенты, которым выгодно просто продавать и напоминать себе, там, Маша, у тебя закончился задолкнуть, да? Анечка, замечательный вопрос, только предварительно, я всегда, прежде чем вот это вот рассказать, я предварительно говорю следующее. Варианты, или уже расписала, я говорю, значит, смотрите, если вы покупаете по этому красительству, если вам не нужна скидка, вы мне звоните, я вам привожу, я вам напоминаю, что вам дальше, то есть вы экономите время и силы, но тратите деньги. Я трачу силы за вас, вы экономите, я и трачу. Но, если вы готовы не тратить денег, экономить деньги, я вам предлагаю вот этот вариант. Ребят, это всегда работает. И человек говорит, я что, я получать по вашей карте не смогу. Тогда человек говорит, потом выбираем. он выбирает, я ему это предлагаю. Понимаешь, ты все равно где-то влетишь, если я все продаю и скрываю и не показываю, что можно использовать на карту, где-то кто-то придет, где-то чего-то найдет. Поэтому лучше сказать. Та же самая история, почему, даже если он согласен на первый вариант, на 110 франков, чтобы получить 6 подарков, а я ему еще показываю все 4, почему? Чье это будет решение? Я ему показала 10 тысяч. Он говорит, ну, отлично, все согласен. А дальше я ему почему-то не рассказала. Он выходит, вот здесь, вы его подписали, а там я оставил. Он говорит, ну, как, хорошая покупка, замечательная. Ну, я-то это не скажу, допустим, а кто-то еще сказал. А что, подешевле? Ой, да с деньгами напишу. Ну, ты могла подписаться на 3,5 тысячи, ну, как он, мне сказали только 10. Все, потеряли, потеряли совсем ничего. Да и вообще, это не честно. Это надо показать, и пусть он решает. Да? И, значит, четвертый вариант, это вообще может быть сумма 3,5 тысячи рублей без подарков, но шестое наименование будет уже со скидкой 23%. Такие условия регистрации в компании. Вот дальше выбирайте. Да он уже не получит тогда ничего податка. Ну, он не получит податка. Я имею в виду мотивацию. Почему? Получите. Просто она будет меньше. Потому что мы же все равно продаем по качеству. Теперь внимание. Не знаю, объясню или не объясню это вам. можем ли мы зарегистрировать подружку по дистрибьюторской цене? Вопрос такой. Если можем, то как? Вот смотрите. В программе, которая в компьютере, нет клиентской цены. Там есть только дистрибьюторская цена. Но при регистрации там заложено две покупки. новенького и спонсора. То есть новенький платит 110 франков, но из этих 110 по бланку заказа это 80, ну, грубо, а 30, ну, дешевле на 30 франков. Вот эти 30 идет вам как спонсор. и в компьютере пишут, по-другому они не могут больше никак написать. Такая программа. И они пишут, новая Пупкина купила на 80, она заплатила 110 на все, купила на 80, а на 30 спонсор выбрал себе другой подарок. то есть два вот этих вот заказа. И по-другому никак. Что можно сделать? Ты, моя дорогая, я тебя люблю, ты мне всю зарплату все время отстегиваешь со своей работы, да? Я тебя подпишу при дистрибьюторской цене. Надо просто доплатить. Тогда ты доплачиваешь. Либо ты доплачиваешь за нее, либо ты говоришь, ну вот на 110 выбирай по бланку заказа. Ну, это бандитский такой прием. Ты остаешься без мотивации. Благодарность, извините, никогда в жизни не дождешься. Более того, будет подозрение ума уросли, даже так выгодно, это она гребет лопатой с меня там вообще вот. То есть любые вот эти вот вещи, они это при регистрации по-другому не получат. Скажите, пожалуйста, вот когда мы, разумеется, мы параллельно говорим, лимона вам хватит на три месяца, а то и на полгода, артишок вы пропьете сейчас, потом вам надо будет через три месяца еще пропить, либо два сразу потом вы возьмете масло, и там пошел разговор уже. Это уже живой разговор, это вы уже, так сказать, все это произойдете. вот эта вся схема, она, насколько она производит впечатление на вас? Очень сильно производит. Есть выбор, когда есть выбор, здорово, легче сделать, то есть ты уже начнешь думать, в голове какая-то большая информация, и ты уже должен принять какое-то решение конечная информация. Теперь смотрите, здесь важно все. Циферки раз, два, три, четыре, и параллельно раз, два, три, четыре, пять и одиннадцать, понимаете? То есть схема за четыре, шесть, пятьсот, за одиннадцать, десять тысяч. Да? Ну, вот это как в разнице. Дальше. Здесь никаких целей быть не должно, категорически, потому что вы начинаете рассказывать про артишок или рассказывать про учетную схему, а он умножает в рамки на эти, а какой у вас курс, а какой у вас этот, и все, приятно. Дальше все, что говорите, все это так, никуда. Вот брось лист, я потом все вам дам, все потом посмотрите, я все напишу вам, если хотите. Если клиент говорит, так, подождите, собирались вот так, а вы меня тут на десять разводите, например, ну давайте как вот по-другому. А как по-другому? Вот вы что мне сказали купить? Я говорю, ну я вам предлагаю, если вы не хотите на десять, давайте вот так, вот на эту сумму. Лимон, апельсин, эвкалип, ну выбираем, чайное дерево. Так, это сколько будет стоить? Ну, четыре тысячи, так сказать, четыре с половиной тысячи. Так, ну и чего? А мне нужен артишок. А артишок, лимон, артишок, аромат, сенитарин уже вам будет стоить не шесть пятьсот, а, предположим, там пять тысяч уже. Так это же на сколько? Выбирайте. Выбирайте. Либо вы берете, просто покупаете еще, либо вы покупаете дороже на то, что нужно и имеете подарки, либо вы покупаете на маленькую сумму, регистрацию, ну и так далее. Пусть выбирает тот человек, предлагайте вот просто вот, 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 вот можно так, а можно так, а можно вот это, а можно вот так. Много не надо. Понятно? То есть два-три варианта все. Вот, дальше. В том порядке, в каком вот я сейчас показываю. Белый лист бумаги, мы все наделим его пополам, не сразу мыслимо. Сначала пишем вот это, тренден, ден, ден, и внизу сумму. Понимаете, почему внизу, да? Понимаете, почему даже если у вас здесь пустое место будет, вот здесь внизу должно быть, должно быть сумма. потому что, знаете, и крупно писать, чтобы было видно, потому что у нас девушка это миленько-миленько написали, здесь быстренько вот написали цену, я ее откуда. А это типа следующий мультивон, может быть. Ну, во всяком случае, такое, такое возможно. Нет, все тебе, ты платишь деньги, вот она корзина, я ее всю наполнила, на все твои деньги. Ну, то есть там много таких вот моментов, написали, написали цифру внизу, и если нужно, да, если мы оговорили, вы как хотите, просто покупать, я буду вам, могу привозить, у нас есть доставка, там, нет, доставка это для детей в утро. Я могу вам привозить, я буду вас консультировать, так-так-так-так-так-так, то, что мы говорили с вами. А что, есть варианты? Да, есть варианты. Я могу вам, я их открываю, я могу вам показать. Делите пополам, отделяйте один вариант, другого, и начинайте писать вот это. И начинайте, конечно же, с самого большого варианта. И я обычно говорю, я вам сейчас показываю не самый дешевый, но самый выгодный. Это самый выгодный вариант, потому что за эти пять номинований, за 110 раз, вы имеете еще шесть маленьких девок. Маме, дочке, папе, с собой в командировку, в сумку положить, и так далее. Вот если они, и мы начинаем, и поехали, коммерческий разговор. Дорого? Можно вот так. Нормально? А я вам еще два покажу. Вот так, значит, не будет подарков. Не будет подарков, если они вам выйти, и пошел вот этот разговор. И он сидит, принимает тушение. Всякое может быть. Девочка у меня согласилась уже на 10 тысяч, я ей показываю все варианты, она говорит, не, я тогда возьму вот за тушку номерную. Потому я говорю, да, а можно спросить, почему? Ну, я бабушке делаю эту карту, для бабушки. Я не знаю, как она на это реагирует, понравится, не понравится, но знаете, сколько карта ей не нужна, я умешаю. Ну, вот так. Я говорю, мало я сумеется, все нормально. Ну, получу я на один пузырек лучше. И что мне? Ну, зато я еще кушу удовольна, что ей по самой дешевой цене, это все. Что я хочу, чтобы вы сейчас сделали? Тупо переписали вот этот принцип фашистского, который у меня написал. Ну, написано в том порядке, в каком писала я. Ничего не меняет. Вот просто, чтобы рука привыкла писать крупно, писать, раскидывать вот таким образом, чтобы хватило листа и писать в том порядке, в каком я писала. Итак, начинаем. Тупо переписывайте пять раз. Да. Да. Вот прям можете писать даже сокращенно. Главное, вот я сижу на окноте, я вижу, что вы пишете крупное, артишот. Дальше. Нет, нет, вот здесь. Сначала вариант клиента. вообще без ничего, вот левую сторону кусочек верхний заполняем, где-то 25% листа. Вот четыре наименования, их может быть два, их может быть даже пять, если он клиент, он видит. И хоть десять будет. артишот, лимон, чайный дерево, творома. Вот здесь дальше пишем этот цех. То есть, мы делаем предложение, вы кликете, вот вы, вот это, это стоит вот столько, вам это нравится? Вас это устраивает? Угу, как мне. Но, почему два, один. Ну да, но у меня есть у нас предложение. И поехали вот здесь. Прописываем вот пять наименований, это будет стоить, 10 тысяч, и за это вы получите вот это. Там метеорин только добавится. А дальше вот кремы маленькие, пожалуйста, точно попишите. Крем Vivoactive, крем чайное дерево. То есть, если это будет Сома-75, вам не дадут можжевеловые коленки, вам дадут только этого крема. Чайное дерево Vivoactive. Дальше, крем Тимьян, крем для ног. Знаете наш крем для ног, да? Нет. Это такая песня для стопы, как носочек. И он недорогой, достаточно недорогой. Он размягчает, он кровообращение улучшает, он снимает отеки и так далее. Крем для ног, именно крем для ног. Есть масло для ног, оно более косметического такого свойства. А крем для ног более лечебно. Крем для ног и два последних, можжевельник и коленбола. Прописали и написали. Да, дальше мы начинаем разговаривать. Мы можем кое-что поменять. И тогда и зачеркиваем только номерочки. Одиннадцатый, десятый зачеркнули. Но не будет вот этого, если за семь пятьсот. Если на шесть, не будет для ног этим ямом. Четырёночек не будет. Только номера. Ну, если вообще можно без подарков. И взять то, что самое недорогие номинования. И не пишем в целом. Сумму вы можете писать мелко, вы можете писать краешку. Ну, вот ты говоришь, десять тысяч, вот шесть, да? Если на семь с половиной. Ну, я не знаю. Я могу, то не делаю. Ольга Викторовна, посчитайте, пожалуйста, точные цифры. 110, 90, 75. Вот по регистрации. И самый дешевый вариант, чтобы точные цифры у нас были. Еще раз пишем. Пишем, чтобы было крупно, чтобы рука привыкла прям в размах к крымовозу. Удобный. 110, 9, 266. Сколько? 9, 266. Плюс обязательная покупка, 40 рублей, этот путь к успеху. 9. 266. И, значит, 9. 97, 582. 97, 582. И 75? 6, 318. Ну, почти. И самый дешевый вариант подписки. Вот если на 25 больше? Да. Все пять ночи. Кстати, у нас шикарные уноши, они натуральные, они австрийские, кстати. 10, 30. Чтобы я так жила. Пять ночи средств у нас для кухни. И для этих всяких. Вот это точные цифры. Плюс к ним всегда 40 рублей. Путь к успеху. Кстати, у вас он у всех есть? Нет. Срочно. Тома старался писать. Маркетинг, который можно там просмотреть. Да, Софья, а так вот чуть-чуть. Все. А теперь слушайте. Мы, в общем-то, отходчивы. Олеся, я рядом, надо сесть и вам написать еще. Я писала с потолка, а сейчас дочная цифра. 110 – это 9,266. Ну, я просто как бы приблизительно, а тут вот что ничего. Принеси, пожалуйста, эти ножички. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь штук вот этих. Так, что хочу рассказать. Вот, смотрите, вот мы проговорили с вами этот коммерческий орган. Вот он, вот он, вот он, да? Дальше у нас пошло завершение сделки. Мы пересчитываем, записываем, регистрацию вписываем. Кстати, когда человек регистрируется, если он не в интернете, то он должен сам посадить. Вот, а теперь самое интересное. Самое интересное. Мы можем это делать в режиме офлайн, просто встретиться, просто позвонить по телефону. Можем делать это через соцсети. У кого есть фейсбук? Вернее, фейсбук. Все? Нет? То есть, смотрите, там есть официальная страничка Томаса Килл Трида, и к нему можно в друзья с удовольствием записаться. Он всех принимает, Левосанов, тем более. Вот, там есть Сильвия Фригарис, это зовут Александр Ароматика, который делает нам эфирные масла и много чего, и Кристо Фригарис. Там есть Карла Барлохер, это наша косметика и кое-что из ковсов. Вот, там много всяких. Там Галиной Гёстки, в Инстаграме Галиной Гёстки тоже. То есть, и там у нас есть еще наша страничка, есть наш сайт, есть наш интернет-портал. Потому что он не магазин, мы не платим через интернет, иначе, ну, невозможно, налоги сразу таких, что все равно надо ставить другие, кто его покупал. Вот, но у нас есть портал, где можем заказать продукцию, да, надо звоняться, у нас есть доставка здесь, ну и так далее. Так, значит, я хочу вам подарить, ну, как-то, когда-то делали, а в 15-м году, аж, аж в 15-м году, и делали такую книжоночку, которую можно... Чего? Как понять, доставка здесь есть. 50 рублей, и он доставил имя, можно, чтобы все. Да. То есть, ну, вот, во время пандемии мы этим спасали. Да, за другому никак. Конечно, масло-лимоны, если человек покупает, ему доставка 250 рублей, это дороговато. Вот, а когда уже покупают чего-то, чего-то побольше, ну, как-то вот так вот. Мы их не берем, естественно, себе эти деньги, у нас есть таксист, надежный, который отвозит, износит, привозит нам деньги. Я сегодня его видела, он приехал, забрал мешки, повез, привезет деньги. Или на карту, там, перевозит. Ну, во все-таки, вариант такой, есть. Вот, в этой книжечке вы просто... Я не буду еще посмотреть, что здесь, с 15-го года, чуть-чуть изменили. Что-то есть из продукции, чего-то нет из продукции. Не обращайте на это внимания. Ну, во всяком случае, мы тут ваяли. Тут есть и про Швейцарию, тут есть и коммерческий разговор немножко неправильный, потому что тут было 80, 100 и 120, а сейчас 75, 90, 110. Ну, какие-то такие вот вещи. Но, в принципе, в коммерческий разговор есть алгоритм, регистрация, что нужно делать, когда нужно человека зарегистрировать. Ну, то есть, я надеюсь, что это будет вам полезно. А самое главное, если где-то в магазине или в маршрутке, кто не говорил, то, ну, значит, не случится. Да, кстати, о техническом вопросе. Если я была готова подписать в маршрутку, мне что сделать надо? Вот я вижу сразу, открыла, на регистрации. Я должна у нее паспорт попросить. Значит, паспорт, ребят, паспорта, конечно, нет сейчас. Потому что раньше были спокойные времена, когда мы давали паспортные данные и прочее. Ну, что-нибудь, я не знаю, что. Даже если не будет паспорта, не будет паспорта. Ну, сейчас паспорт просто опасно. Я смогу ее наставать, да, потому что она Григорьева Мария Васильевна, там дата рождения, номер телефона, проживание, электронная почта. Там написано паспорт, но паспортные данные сейчас люди и правильно делают. Не хотят давать правильно. Хотя, когда в магазине покупают, как дают паспорт, паспортные данные. Они даже, чтобы не было паспорт. Так, ребят, ну, на сегодня все. Следующая наша встреча. Давайте мы сделаем повторник так же. Если хотите, здесь живем. Если хотите, можем в зуме. Можем в зуме собраться. Как вы считаете? Вы знаете, тут же. Вот, молодец. Пораньше мы можем это сделать? Или это крайний срок? Я думала, что раньше. Да, это вам лучше пораньше. Кто не может? Олесь, вы никогда не можете пораньше. Нет, мы с нами. А, еще можно. Ирина, а вы можете? Мы тогда в зуме. Мы в зуме. Мы в зуме на часы. Ну да, только, чтобы не было, знаете, как вы сейчас все в зуме сказали, ну, я в зуме, а я как дурак приду. Я тоже могу. Значит, какая вам на неделю, какая у вас задача, ребят? На эту неделю, значит, повторник. Во сколько? Давайте в четыре хотя бы. В четыре, нормально? Ир, следующий? Да. Уезжали в зуме. В зуме, да. Остальные придут? Да? Ир, придете? Какой? Так, хорошо. Это для девятых. Так, во сколько? В шестнадцать? В шестнадцать. Значит, вторник в шестнадцать. Хорошо. Что вы должны за неделю спать? Первое. Дописать списки 100. Раскидать их по этим трем полонкам. Потренировать. Пиши заводание домашнее. Двое с ним. Дописать списки 100. И уже написать их конкретно с телефонами там или с этим самым смелом. Скажите, пожалуйста. Да, дописали списки 100. Раскидали их под вот этим колонкам. Купит, не купит, 50 на 50 не купит. Потренировались со своим спонсором, как позвонить, что сказать. Причем не просто она вам рассказывает и слушается. А вы слушаете, как она живьем разговаривает. И потом она слушает такую разговаривание. Живьем. И если вы этого не сделаете, то вряд ли вы вообще позвоните. Можно еще раз слушать? Потом какой-то... Мне нужно слушать, как она говорит, разговаривать с людьми. Да, хорошо. А потом она слушает, как вы говорите. Так, это второе. Дальше. Биопульсар здесь есть, поэтому можете сейчас чего-нибудь потыкаться и можете приходить. Пока это возможно. Не тяните резину. На неделю все нужно. Салудейте-то. Да, ну, в принципе, только созванивайте, чтобы Игорь мог вам вытащить и присоединить их. Вы договаривайтесь. Вы договаривайтесь. Да. Ну и что? Значит, и еще. Ребята, сейчас наша продукция Игорь Биопульсар нужен всем. Просто абсолютно всем. Даже тем, которые говорят, нет, не буду, не пойду. Но это... Не бойтесь это говорить. Не бойтесь услышать нет. Да. А если мясо, если водички разбавить и обмазаться жарой, что сообщили, не будет сейчас. Еще что? Целую вас. Спасибо большое за внимание. Спасибо.